Здравствуйте! Это Актуальное интервью. Я Татьяна Черемкина. Сейчас у выпускников школ очень ответственная пора. Это выбор учебного заведения, где бы они хотели продолжить свое образование. И сегодня в студию мы пригласили директора Инженерно-технического института Северо-Восточного Федерального Университета Терентия Афанасьевича Корнилова. Здравствуйте, Терентия Афанасьевича Корнилова. Здравствуйте, Терентия Афанасьевича. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня меняется профессия инженера? Насколько она востребована? Какие у нее перспективы? Как вы знаете, во-первых, правительством Республики Саха-Якутия принята новая программа развития до 2030 года и последующие 50 лет. И, конечно, Республика сегодня ориентирована на инновационный путь развития экономики. Поэтому, конечно, профессия инженера будет востребована. Во-первых, это, конечно, программа нацелена на развитие промышленности, как вы знаете, горной промышленности. Будут проводиться елагоразведочные работы, будут новые проекты, притом республиканского значения и федерального значения. Притом в этой же программе прописано развитие строительного комплекса. Как вы знаете, объемы строительства, площадь издаваемого жилого фонда, она должна в год достигнуть до 1 миллиона квадратных метров. То есть профессия инженера будет востребована. Ну и, конечно, будут развиваться перерабатывающие отрасли. Та же самая нефтянка, химическая промышленность и так далее. IT-технологии тоже инженерные специальности относятся. Поэтому подготовка инженеров, конечно, ждет огромное будущее. Да, Терентий Афанасьевич, вот история инженерно-технического института, она насчитывает 60, больше 60 лет, да? А вот какие новые направления обучения появляются в последнее время? Ну, хотелось бы сказать, что когда инженерно-технический институт был создан, была одна специальность всего. Промышленное гражданское строительство, ну и другие там горные, горняки и геологов готовили. Сегодня мы готовим отдельные строители. И хотелось бы сказать, что кроме направления строительства, мы сегодня реализуем программу, также бакалавриат по направлению архитектура, землеустройства и кадастры, и технологии лесозаготовительных и деревоопроводящих производств. Но при том, надо сказать, что по направлению строительства у нас реализуется 6 профилей сегодня. Это, в первую очередь, конечно, традиционно промышленное гражданское строительство, самое популярное направление, будем говорить, да? Теплогаз, навжение и вентиляция – это профиль, который востребован сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве, да? Особенно в условиях Крайнего Семера. Теперь производство строительных материалов, конструкции изделий, то же самое. Вот эта специальность ориентирована в основном на разработку технологий, производство стройматериалов из местного сырья. Тоже очень востребованная специальность. Кроме того, экспертиза управления недвижимости. Сегодня вот это направление тоже, особенно в городе Якутске, в крупных городах очень хорошо развито. Это продажи, в первую очередь, для девелоперской деятельности и так далее, да? Значит, и, значит, кроме того, в этом году мы открываем новый профиль. Называется «Энергоэффективность и экологичность зданий». Зданий, притом эта программа является международной. Мы эту программу разрабатывали в 2015 году. И в соответствии с дорожной картой Гранта Евросоюза мы в этом году вот эту международную программу открываем у себя, да? Притом эта программа разработана совместно с вузами Китая, Азербайджана. Притом при разработке программы участвовали технические вузы Германии и Италии, Испании. То есть вот такая хорошая современная программа. Скажите, пожалуйста, а как трудоустраиваются выпускники вашего института? Нет и проблемы вообще. Вот, как правило, очень неохотно берут молодых специалистов без опыта. Все время требуется человек с опытом. А вот как ваши выпускники трудоустраиваются? Ну, по этому поводу, что я хочу сказать, да? Во-первых, мы, чтобы повысить конкурентноспособность наших выпускников, буквально во время учебы предлагаем дополнительные профессиональные технические программы, дополнительное образование. Это может быть сметное дело, да, оценка недвижимости, ну и ряд других направлений, да. Параллельно они могут обучаться? Параллельно. То есть они, начиная с третьего курса, могут получить дополнительное образование. И, конечно, это, по крайней мере, повышает конкурентноспособность наших выпускников. Мы имеем сегодня договорные отношения практически со всеми строительными организациями города Якутска, ну и республика, конечно, это, как вы знаете, с РОО зарегистрировано сегодня порядка 600 предприятий. Кроме того, конечно, с землеустроительными предприятиями, муниципальными образованиями имеем договорные отношения. И наши студенты хорошо сегодня трудоустраиваются. Порядка 70% идут обычно на производство и 30% поступают в магистратуру. Наверное, во время обучения у них уже есть возможность сотрудничать с крупными современными предприятиями, да, практику проходить? Да, конечно. После второго курса, как правило, проходит, значит, практику с получением рабочей специальности. И после третьего курса уже проходит производственную практику. Практику производственную проходит практически на всех крупных предприятиях. Это может быть Якутска, домостроительный комбинат, группа компаний СТ, группа компаний Адгезия, Прометей и так далее. То есть практически все строительные, землеустроительные, деревообрабатывающие компании имеют договорные отношения по прохождению производственной практики. Терентьев Афанасьевич, скажите, пожалуйста, а конкурс большой на вашей факультете? Да, конкурс, я бы сказал, достаточно большой, несмотря на достаточно большое количество контрольных цифр приема. Для примера, в этом году у нас набор контрольных цифр приема по направлению строительства составляет 106 мест. В прошлом году конкурс был порядка пяти заявлений на одно место. Но наибольший конкурс у нас в прошлом году составил на направлении архитектуры. К сожалению, у нас выделяется небольшое количество контрольных цифр приема. В этом году выделяется 13 мест. В прошлом году конкурс был 13 заявлений на одно место. Очень большой конкурс. И, конечно, конкурс у нас достаточно высокий на направлении землеустройства и кадастры. Это порядка шести заявлений на одно место. Ну и еще такой показатель – это отчисления студентов. Как часто отчисляются и по каким причинам? Ну, конечно, отчисления, я бы не сказал, что у нас такие высокие, сегодня в среднем составляют порядка 5%. Ну, от 2 до 5%. Это небольшой показатель для технического подразделения, надо сказать. Ну и отчисления, конечно, в первую очередь связаны с низкой трудоспособностью, будем говорить, первокурсник. Первый, второй курс, как правило. У нас достаточно сложные дисциплины начинаются. Прежде всего, это математика, лучшая математика, начертательная геометрия, теоретическая механика, сопротивление материалов. Ну, те дисциплины, которые связаны с точными такими расчетами. И в ваших студентах большое количество медалистов, выпускников школы. Да, в прошлом году у нас, к нам действительно поступают, ну, различные годы, разные количества. Например, один год даже было порядка 25 медалистов поступали в наш институт. То есть это достаточно большое количество. Кроме того, поступают, конечно, победители Северо-Восточной Олимпиады, различных федеральных олимпиад, школьников поступают. В прошлом году у нас из пяти победителей Федеральной Олимпиады одна поступила к нам, да, в наш институт. То есть по всему университету пять было, к нам поступила одна. Ну и различные Северо-Восточные Олимпиады тоже школьников. В прошлом году семь человек тоже поступили. То есть достаточно большое количество победителей Олимпиад поступает. Терентьев Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о своем видении. Как совмещать науку и бизнес? Во-первых, сегодня именно по направлению строительства, по нашим, по техническим направлениям, конечно, мы должны решать научно-прикладные задачи. То есть те задачи, которые могут помогать бизнесу решать какие-то технические задачи. Например, простой пример приведу. Есть у нас проблемы, например, по теплоизоляции сокольного перекрытия. Мы сегодня запатентовали это дело, на научной основе все это дело рассчитали и показали, каким образом оптимально, например, теплоизолировать сокольную часть многоэтажных зданий. Ну и за эту идею ухватилась компания СетТ. И сегодня практически компания СетТ строит первый этаж теплоизоляции, делает по нашей технологии. То есть мы очень связаны с производством. Кроме того, у нас, как вы знаете, стоит малоинновационное предприятие, через которое внедряем свои разработки. Это четыре сегодня предприятия успешно функционируют. Прежде всего, компания Адгезия и металлоконструкции. Через данные предприятия мы внедряем технологии ЛСТК, легких стальных тонкостенных конструкций. И совместно с группой компаний Адгезия, конечно, проводим научно-прикладные исследования в этом направлении. Разрабатываем новые ограждающие конструкции, которые приспособлены для условий Крайнего Севера. Наблюдаем за строительством зданий. Снимаем различные показания. Это все студенты делают? Это студенты и сотрудники наши. То есть это чисто, будем говорить, с одной стороны, научный интерес, но, естественно, и коммерческий интерес тоже есть к этим исследованиям. Компания Теплокомфорт у нас очень сегодня успешно также функционирует. За последние два года по программе, по республиканской программе, государственной программе, проводили они благоустройство жилых домов, арктических, двух арктических районах. Это было порядка 70 домов. Но самое главное, вот эта работа имеет также социальное значение. Представляете, арктических районах наши ребята показывают, каким образом можно благоустроить свой дом. Естественно, жители соседних же домов и так далее, они подтягиваются, конечно, уровень жизни повышается. Вот тоже интересное направление. Ну и у нас есть свой учебно-научно-производственный комплекс «Стройкомпозит» называется. Конечно, в работе вот этого центра активно участвуют именно студенты профиля производства строительных материалов, изделий и конструкций. То есть они разрабатывают технологии, например, производства различных материалов из местного сырья. Ну и внедряют через это предприятие. Сегодня мы производим, например, энергоэффективный материал, это из пенобетона, с применением пенобетона. Тоже внедряется в производство, ну и, конечно, в первую очередь для малоэтажного здания. Очень хороший материал. Как интересно. То есть ваши студенты, они имеют возможность не только обучаться, но еще и зарабатывать? Да, конечно. И уже нарабатывать какой-то опыт? На самом деле-то у нас, вот благодаря федеральной программе, сегодня создана современная именно учебно-научно-технологическая платформа для практико-ориентированной подготовки студентов. То есть мы имеем учебно-научные лаборатории современные, оснащенные очень хорошим оборудованием. Ну, например, да, простой пример приведу, вот студенты профиля теплогазной вжжения и вентиляции, например, они не только проектируют там зимний период, да, благоустройство того же дома, отопление и так далее, или, например, установку солнечных коллекторов, да, и так далее. И в летний период они вныряют это уже производство. Спасибо. Спасибо, Терентий Афанасьевич. Я благодарю вас за это интервью. Желаю вам хороших студентов и удачи. Еще раз напомню, что гостем в студии был директор Инженерно-технического института Северо-Восточного федерального университета Терентий Афанасьевич Корнилов. На этом мы заканчиваем. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова